Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садами огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о основных болезнях рассады и о том, как их сбежать или вылечить. Наверняка каждый огородник хоть раз в жизни сталкивался с болезнями рассады, однако от незнания симптомов не мог решить проблему. Поэтому давайте же разбираться вместе в причинах и проблемах болезней рассады, чтобы в будущем не допустить такой неприятной ситуации. Итак, начнем по порядку. Здоровье рассады в первую очередь связано с качеством грунта и семенного материала. Очень часто дачники покупают грунт на рынках, либо на улице с рук. Я скажу сразу, что такой грунт лучше не покупать, ведь нет никаких документов, подтверждающих его качество. Грунт лучше покупать только у проверенных производителей, где есть все соответствующие документы о его происхождении и качестве. В таком случае рассада будет развиваться там хорошо. Можно, кстати, грунт готовить самостоятельно из доступных компонентах. Но в любом случае, как покупной грунт, будь то и приготовлен самостоятельно, нужно обеззаразить. Для обеззараживания можно использовать различные способы и технологии. Я рекомендую обеззараживать грунт с помощью внесения биопрепаратов. Можно использовать биопрепараты на основе сенной палочки, либо триходермы. Но, конечно же, такие биопрепараты нужно вносить в почву заблаговременно. Примерно за месяц или даже два месяца до момента посева семян. В этом случае грунт пройдет обеззараживание, и рассада не пострадает от болезней. А если болезни и будут появляться, то эти микроорганизмы в почве будут их подавлять. А сейчас разберем основные болезни рассады. На первом месте это, конечно же, черная ножка рассады. Это заболевание приводит к тому, что рассада полегает и погибает. Проявляется оно почернением и загниванием корневой ножки. На самом деле это заболевание довольно опасное, ведь вся рассада может попросту погибнуть. Благоприятными условиями для данного заболевания являются загущенная посадка, необеззараженный грунт, а также чрезмерный полив, когда влажность грунта очень высокая. Чаще всего это заболевание поражает молодую рассаду после появления всходов, когда еще нету двух-трех настоящих листочков. Когда уже рассада довольно взрослая, то такое заболевание довольно редкое. Как только вы заметили такое заболевание на своей рассаде, обязательно приступайте к лечению. Что нужно сделать? Если рассада уже достаточно большая, то лучше распекировать ее в отдельной емкости. В этом случае выжившая рассада будет продолжать расти. Но если рассада очень маленькая, ее еще невозможно распекировать, а заболевание уже присутствует, тогда нужно сделать следующее. Во-первых, сократите полив, нужно немного подсушить почву. А затем в обязательном порядке поливайте рассаду раствором биопрепаратов на основе сеной палочки, либо опять же триходермы. Есть еще и народные способы борьбы с черной ножкой. Когда у вас перевлажненный грунт, заболевание прогрессирует, рассада падает и чернеет. Поэтому можно использовать обычную золу. Возьмите немного золы и по поверхности почвы ее рассыпьте. Конечно, это не решит полностью проблему, но заболевание немного приостановится в развитии. Большая часть рассады у вас выживет. Второе заболевание – это пузырезное увядание. Патоген проникает через крышки растений, когда мы проводим пикировку. Все это происходит чаще всего от необеззараживанного, неподготовленного грунта. Заболевание поражает как корневую систему, так и нижнюю часть растений. Симптомы на рассаде следующие. Листья рассады увядают, желтеют, а также желтеют жилки на листьях. Отличительный признак пузырезного увядания – это то, что на корневой шейке и на нижней части стебля около почвы появляется розовый налет. Патогенный грипп обитает в почве и на зараженных растительных остатках. Заболеванию благоприятствует высокая температура почвы от плюс 22 до 30 градусов, а также высокая влажность грунта. В целях профилактики обязательно делать обеззараживание грунта, а также обеспечить хорошее проветривание и сбалансировать полив. Если все же заболевание проявилось на рассаде, то нужно сделать следующие меры. Во-первых, нужно сократить полив, чтобы почва слегка подсохла. Нужно обеспечить хорошее проветривание и освещение рассады. Лечению нужно приступать незамедлительно. Нужно пролить почву специальными препаратами. Из химических препаратов можно использовать следующие. Привикур, Максим Дашник или Вектра. Пролив нужно сделать с интервалом 7 дней. Обычно хватает двух поливов, чтобы предотвратить, приостановить это заболевание. Если вы не хотите использовать химические препараты, можно воспользоваться опять же биологическими. Например, той же триходермой либо синой палочкой. Еще одно опасное заболевание, которое очень часто поражает рассаду – корневые гнили. Заболевание, прежде всего, проявляется на корневой системе. Она приобретает ржавый оттенок. По мере развития заболеваний страдает и надземная часть. Стебли внизу истончаются, усыхают. И листья приобретают такой темно-зеленый с синим отливом оттенок. Это значит, что закупориваются сосуды растения. Пораженные растения обычно погибают, а если и выживают, то отстают в росте и дают скудный урожай. Заболеванию, опять же, благоприятствует высокая температура, а также влажность грунта и воздуха. Лечить пораженные растения нет никакого смысла, их нужно выбросить, ведь урожая вы с них не дождетесь. Та рассада, которая осталась нетронутой, здоровой, нужно срочно пересадить в отдельные емкости. И, конечно же, опять внести в почву биопрепараты на основе триходермы или босиной палочки. В дальнейшем за рассадой нужно ухаживать очень тщательно. Ни в коем случае не переливать ее, сбалансировать полив, а также обеспечить хорошее освещение. Не стоит, кстати, и вносить слишком много азотных удобрений. Эти удобрения, активный рост этой рассады может спровоцировать, опять же, вот такое опасное заболевание. Это, конечно же, неполный список заболеваний, которые могут поражать рассаду. Если вы заметили, что с вашей рассадой что-то не то, она желтеет, бледнеет, вянет, либо сосыхает, обязательно воспользуйтесь нашим приложением для определения проблем с вращиванием рассады. Наши эксперты очень быстро, оперативно определят проблему и дадут ценные рекомендации по устранению этой проблемы. Поэтому, кому интересно такое приложение, вот видеоинструкция, как его установить. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!